Белое нельзя воротить Дело физфака живет Ньютон не забыв Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон не забыв Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ну, как вы понимаете, господа, все это чушь, что я вам рассказывал Все на самом деле не так Следующий вопрос Доплеровское и столкновительное уширение спектральных линий Или неоднородное уширение спектральных линий Сейчас мы с вами считали Что все атомы излучают цуги одинаковые Но это не так Если у нас имеется излучающий объем В котором вы зажгли разряд У вас А свет вы ловите своим глазом в этом направлении У вас атомы относительно наблюдателя что делают? Двигаются, двигаются И движение одного излучающего атома Можно разложить на движение по оси Вдоль которого вы смотрите И по поперечной оси В параллельное В перпендикулярное А это В Но мы помним, что когда излучатель на частоте омега двигается У нас что возникает? Продольный и поперечный эффекты Доплера Мы помним, что поперечный эффект Доплера Квадратичен по В к С Поэтому это слабый эффект Поэтому самый главный эффект Это продольный Я напомню, что новая частота Есть частота исходная На единице Минус В к С В первом приближении Если скорость гораздо меньше, чем скорость света В реальном источнике света Скорость атома гораздо меньше, чем скорость света Поэтому, ну вообще-то, на самом деле У нас было Что у нас там было? Корень Из единицы минус В к С косинус тета На единице минус В к С в квадрате Вот так на самом деле было Но когда скорости маленькие И тета равно нулю Продольный эффект Доплера То вот так Приближенно получалось При этом Отсюда следует Что сдвиг частоты Дельта Омега Это есть Омега с ноликом на В к С Ну плюс или минус Смотря куда летит атом Если он летит к нам То сдвиг В сторону увеличения частоты Если от нас В сторону покраснения В сторону уменьшения Я вам напомню Что если у нас имеется идеальный газ Без силы тяжести То распределение молекул По проекциям скоростей На ось Х Давайте направление наблюдения Будем считать Х Дается функции Максвелла Ф от ВХ Это некоторая константа На Е в степени минус МВХ в квадрате На 2КТ Здесь у нас Как раз ВХ стоит Продольный эффект Доплера Это проекция скорости Сюда Поэтому отсюда следует Что ВХ Это будет С Умножить на дельта омега Делить на омега с ноликом И это означает Что если мы нарисуем График такой функции Ф от ВХ А так будем откладывать ВХ Мы получим Знаменитую Максвелловскую функцию Согласно которой У нас больше всего Атомов Паковящихся По оси Х А чем больше скорость По оси Х Тем количество атомов Меньше Но мы знаем Что теперь ВХ И дельта ВХ С точностью До константа совпадают Поэтому давайте рисовать Здесь Дельта Омега Сдвиг частоты А здесь Ну грубо говоря Количество атомов Ну или функцию распределения Ф от ВХ Если функцию распределения Умножить на полное число атомов То мы получим Количество атомов В группе С заданной скоростью Ну понятно Что у нас получится Вот такое распределение Количество атомов По скоростям Или по сдвигам частот Которые они дают В излучении Те атомы У которых Скорость нулевая Они на какой частоте Излучают На омега с нуликом На собственной частоте Те которые летят Вот это Тут сдвиг частоты Ноль Поэтому вот эти атомы Излучают на этой частоте А те атомы Которые летят Чем они быстрее летят Тем больше они дают Сдвиг частоты А теперь мы вспомним Что когда у нас Атомы излучают случайно То их суммарный спектр Равен спектру излучения Одного атома Умножить на число атомов Поэтому Те атомы Которые имеют Нулевую скорость Или близкую к нулевой Излучают Лоренцев контур Центрированный На частоте Омега с нуликом То есть Те атомы Которые Почти покоятся Излучают Вот такую линию Лоренцева И интенсивность Этой линии Тем больше Чем больше Таких атомов У них Сдвиг Относительно Омега с нуликом Равен нулю Если мы хотим Зависимость Не от сдвига Частоты А от частоты Мы здесь Отложим Омега с нуликом А ноль Будет вот здесь Это если Излучение Мы будем От частоты Рисовать А не от сдвига Частоты Насколько Это сдвинулось Если у нас Атомы Летят Вот с такой Скоростью То из-за Эффекта Доплера Они будут Излучать Не на частоте Омега с нуликом А на сдвинутой Частоте Но Атомов С такой Скоростью Летящих Будет меньше Чем атомов Которые Почти покоятся И поэтому От них Интенсивность Излучения Что будет Меньше И они Будут Излучать Вот такой Контур Атомы С симметричной Скоростью Будут Излучать Такой Контур Атомы С половинной Скоростью Какой Будут Излучать Контур С половинным Сдвигом А их Количество Какое Будет А вот По этой Формуле Их Будет Вот Столько Кстати В этой Формуле Можно От В Икс Перейти К Сдвигу Частот И мы Получим Что функция Распределения Будет А функция Распределения Будет Давать Нам Высоту Лоренцева Контура Некоторая Константа На Е В степени М М С В Квадрате На 2 К Т Омега С Ноликом В Квадрате На Дельта Омега В Квадрате Ну а Теперь Вы Догадываетесь Что Надо Сделать Надо Нарисовать Лоренцев Контур На Каждой Частоте И Проинтегрировать Лоренцев Контур Со Сдвинутой Частотой Вместе С Функцией Распределения Получится Жуткий Интеграл Под Которым Будет Произведение Лоренцева Контура На Функцию Распределения Такая Штука Называется Сверткой Двух Функций В Общем Случае Такой Интеграл Не берется Аналитически Понятно Что По сравнению С Лоренцевым Контуром У нас Ширина Спектральной Линии Жутко Увеличится В том Случае Если Лоренцев Контур Гораздо Уже Чем Доплеровское Распределение Лоренцев Контур Можно Приближенно Апроксимировать Дельта Функции И тогда Если мы Будем Интегрировать Произведение Дельта Функции На Функцию Распределения Мы просто Получим Функцию Распределения И тогда Мы Получим Контур Который Будет Зависеть От Сдвига Частоты Не по Лоренцеву Закону А будет Пропорционален Константе На Е в степени Минус Там что-то МС В квадрате На 2КТ Омега С ноликом В квадрате На Дельта Омега В квадрате Как Как Такая Функция Е в степени Минус Что-то На Дельта Омега В квадрате Ну вот Как-то Вот так Такой контур Будет Называться Доплеровским Контуром Или Контуром Неоднородного Уширения Когда мы рисовали Лоренцев Контур Каждый Вклад На Чистоту На Нем Все Атомы Давали Поровну Все Атомы Давали Излучение С таким Лоренцевым Контуром Когда же У нас Доплеровское Излучение Одна Группа Атомов Дает Линию В центре Другая Группа Атомов Которая Летит Дает Эту Линию И они Все Вместе Складываются В широченную Линию Так вот Господа На Реальном Эксперименте Вы Увидите Не Спектральную Линию С Лоренцевым Контуром А Вот Эту Широченную Доплеровскую Линию Которая Будет Шире Лоренцева Контура На 1-2 Порядка Доплеровское Уширение Жутко Портит Форму Линии Поэтому Когда я Говорил О Муках Лаборатории Времен Жизни Когда они По Ширинам Линии Вытаскивали Времена Жизни Они же Видели Не Лоренцев Контур А Сумму Лоренцев Контура Знаете Что они Делали Поскольку Сюда Входит Температура Они Меняли Температуру И Тогда Менялась Ширина Этого Контура И По Зависимости Этого От Температуры Они Вытаскивали Наполняющий Этот Интеграл Лоренцев Вы Себе Примерно Представляете Какая Это Математическая Задача Вы Там Улыбались Что кто Намерил Времена Жизни И Защитил Кандидатскую Диссертацию Решите Обратную Задачу Решите Обратную Задачу И Вытащите Из Зависимости Доплеровского Вернее Доплеровский Контур Был бы Если бы У нас Здесь Был линии Лоренцевы Контура Дельта Функции Или в том Случае Когда Ширина Доплеровского Контура Гораздо Больше Лоренцева Когда Они Сравнимы Это Просто Неберущийся Аналитический Интеграл Соответствующий Контур Называется Фойхтовский Контур Так вот Они Мерили Фойхтовские Контура И Из них Зная Зависимость Ширины Фойхтовского Контура От температуры Которая Дается Жутким Интегралом Сверткой С искомой Функцией Они Вытаскивали Искомую Функцию И По ней Мерили Естественное Время Жизни Да Попробуйте На досуге Решить Обратное Интегральное Уравнение По Кучей Экспериментальных Точек Которые Конечно же Измеряются С погрешностями К сожалению Подобная Задача Относится К задачам Классу Некорректных Обратных Задач Матемастической Физики Вся Весь Ужас Этих Задач Состоит В том Что Бесконечно Малые Ошибки В экспериментальных Данах Могут Приводить К конечным Ошибкам При решении Обратных Интегральных Уравнений Там Нет Сходимости Тем Не Менее Настоящие Экспериментаторы Должны Уметь Решать Обратные Задачи Некорректные Матфизики Чтобы Интерпретировать Эксперимент Ребята Это Очень Крутая Математика Настолько Крутая Что я боюсь Что вы На сегодняшний Даже Не представляете Себе Насколько Это крутая Математика Обратные Интегральные Уравнения Без Этого Снимать Спектр Это Абсолютно Пустая Работа Нет Вы Конечно Можете Точечки Рисовать Только Смысл Вам То Нужно Вытащить Под Этого Естественную Структуру Которая Зашемлена Доплеровская Структура Конечно Если На самом деле В разряде Распределение Атомов По скоростям Максвелловская А кто Скал Что оно Максвелловское Максвелловское Это Распределение В том случае Если система Находится В термодинамическом Равновесии Если Если Надолго Систему Загоните В термостат То Там Установится Максвелловское Распределение Но В разряд Вы Все Время Качаете Энергию Из Вне От Сети А Энергия Уходит В виде Света В виде Тепла Во все Стороны Там Нет Термодинамического Равновесия И Строго Говоря Там Нет Температуры Температура Это Некоторый Формальный Параметр Который Входит В Подгоночную Функцию Которую Мы Пытаемся Подгонять Максвелловской Функции Хотя На самом Деле В таком Разряде Все Заведомо Не так Но Так Устроена Настоящая Экспериментальная Физика На которую Теоретики Смотрят Как На Недофизику Да Вот Такая Деятельность Для Настоящего Теоретика Это Недофизика Ну А теперь Сравните Даже Это С Вашими Усилиями На Физолабораториях Понятно Что Такими Вещами Может Заниматься Человек Только Тот Который Всю Жизнь Этим Занимается Потому Что Если Вы Придете В Такую Лабораторию Прежде Чем Вы Поймете Что Они Делают Пройдет Лет 5-6 Пройдет Лет 5-6 Нельзя Нельзя Кром Кроме Кроме ударе он начнет заново совершать колебания это значит что вот этот цук погаснет и начнется новый цук это значит что надо изучать спектр не полного затухающего цуга а который погаснет через какое-то время где-то у это время горение цуга то есть время полета атома в разряде без столкновения то есть это время свободного пробега в теории идеальных газов хотя на самом деле газы не идеальные известно что функция распределения атомов по временам пробега f свободного пробега от тау это есть некоторая константа на е в степени минус тау на тау с ноликом где тау с ноликом среднее время свободного пробега но грубо говоря тау с ноликом это объем разряда делить на число атомов извлечь кубический корень это среднее расстояние между атомами так вот после того как вы получили контур доплеровской линии вы его должны свернуть еще с контуром так называемого столкновительного уширения ну понятно что в общем случае столкновительное уширение сокращает время излучения атомов а чем меньше время из-за общих соображений соотношения неопределенности тем шире спектр поэтому вообще говоря столкновение между атомами их учет еще больше будет ушелять линии чем доплеровское уширение правда те долгое время на физфаке было на кафедре лаборатория которая занималась столкновительным уширением спектральных линий они только этим занимались но грубо говоря они меняли давление газа если меняется давление меняется концентрация если меняется концентрация то меняется время свободного пробега если меняется время свободного пробега то меняется длинный суга когда их обрывают и они мерили зависимость ширины спектральной линии от давления вообще говоря ожидалось что чем больше давления тем шире спектральная линия потому что время излучения между столкновениями при увеличении давления падает но знаете что они верили видели как правило они видели что действительно так и происходит но довольно часто оказывалось что когда вы увеличиваете давление спектральная линия не уширяется осужается а еще бывает когда вы меняете давление спектральная линия двигается вправо или влево ну как вы понимаете это все было где-то я уже не застал этих всех вещей это было 50 и шестидесятые годы двадцатого века к сегодняшнему дню построена на базе квантовой механики теория таких уширений все концы с концами сведены более-менее понятно что там про это тоже сделано но так устроена форма спектральных линий если бы вы могли заставить излучать один атом вы бы увидели лоренцев контур но очень слабенький кстати такие эксперименты сейчас делаются сейчас можно подвесить один атом в одной оптической ловушки чтобы он один висел в вакууме по нему одному щелкнуть ну наверное не пролетающим электронам а частицы света один фотон туда можно бросить перевести его в возбужденное состояние и потом смотреть его излучение такие вещи делают на на уникальном уровне то есть в мире есть два три таких эксперимента которые стоят баснословно дорого я думаю это весь бюджет хитмо один такой эксперимент вы даже себе не представляете насколько это сложно сделать но сейчас люди с одним атомом работают его подвешивают оптической ловушки него стреляют чем-то такое можно сделать конечно в основном работают не с одним атомом а в пучках где нет доплеровского уширения потому что смотрит поперек а поперечный эффект доплера мал вообще есть целая наука вот нам на физфаке об этом читали курс 64 часа под доплеровская спектроскопия это как можно залезть под доплеровский контур экспериментально и смотреть то из чего сложен доплеровский контур да это целая отдельная наука очень серьезная на стыке экспериментально и теоретическая ну конечно не квантовая механика но и не курс оптики которые я вам сейчас читаю это все на порядок выше это я к тому что около физики в интернете говорят расскажите как какой-то эксперимент поставлен ребят чтобы понять как устроен современный эксперимент надо в этом держать лет десять после специального образования в этой области все остальное просто халтура ну примерно так ну и у нас останется один вопрос я сейчас только на него заеду а рассказывать будем на следующий раз завтра следующий вопрос будет называться давайте начнем да я тут тоже переключу остановить